Всем привет! Если вы хотите научиться монтировать видео, как хочу я, то вам может быть интересно мой опыт обучения в онлайн-школе Profile. Я сейчас учусь на курсе у Дмитрия Ларионова «Практика монтажа». До этого я проходила курс по премьеру и по теории монтажа. До этого я обучалась в этой же школе где-то два года назад на курсе моушн-дизайна, After Effects и иллюстратора. Тогда я еще хотела стать моушн-дизайнером, и потом уже у меня родилась доченька, и немножко я переориентировалась в сферу видео. Почему я решила пойти в онлайн-школу, если, в принципе, все эти знания доступны сейчас в интернете и на ютубе, или можно пойти в реальную школу, чтобы учиться в реальном пространстве, практиковаться, видеть других учеников. Вообще, ну, я расскажу немножко о том, что мне нравилось монтировать еще в школе, но почему-то я не подумала о том, что это может стать моей профессией. Я думала, что это больше про кино, про рекламу, теле, куда очень сложно попасть. Но, тем не менее, я пошла на международные отношения, не думая о том, что стать дипломатом тоже может быть сложно. В итоге я поняла, что международные отношения не мое, а видео это мое. Это отдельный такой путь, понимание, к чему лежит твоя душа. Не все так очевидно на самом деле. Но сейчас я это поняла, и сейчас я к этому стремлюсь. И почему же я выбрала все-таки онлайн-школу? Во-первых, я очень долго думала, потому что это все-таки деньги. Хотя курс стоит не таких уж и больших денег, как, например, требуют оффлайн-образование в крутых школах Москвы, Moscow Film School, там у высшей школы экономики появились курсы кинематографии. Они стоят где-то 120 тысяч за триместр, то есть около 200 тысяч в год. Учиться надо год, два или три, то есть получается полмиллиона. Это, конечно, наверное, крутые курсы, крутое образование, которое очень ценится. И я бы с удовольствием туда пошла, если бы у меня было время по вечерам обучаться, и если бы были такие деньги, которые я могла бы потратить именно на это образование. Хотя я хотела пойти в Scream School для изучения моушн-дизайна, и поэтому приехала в Москву, но тогда не было никаких других вариантов изучать моушн-дизайн. То есть я тогда не видела в онлайн-пространстве вот этих вот школ, которые есть сейчас. Сейчас намного больше вариантов. Но я расскажу про файл школы. Курсы у них длятся где-то два месяца примерно. Там от 10 до 15 занятий. У каждого свое, иногда там от 8. Стоит где-то от 8 тысяч до 13-15, тоже в зависимости от курса. Под Новый год и под какие-то праздники иногда проходят акции по 25%. Вот я такую акцию поймала. И сейчас на курсе практики монтажа обучаюсь. Вот у нас будет 12 занятий за 9 тысяч. И это где-то раз в неделю, соответственно, почти два месяца. Что мне это дает? Мне это дает дисциплину. Потому что я должна выполнять домашние задания каждому следующему уроку. Если бы я изучала все самостоятельно, во-первых, я бы должна была придумывать себе задания, что я должна сделать. Я должна была бы сама их сделать к определенному времени и сама себя проверить. Дать самой себе обратный свет, что в принципе невозможно. Требование сдавать домашние задания вовремя, оно двигает нас вперед. Во-вторых, плюсы онлайн-школы в том, что тебе не надо тратить время на дорогу. И в том, что ты можешь каждый раз, в принципе, в любой момент пересмотреть урок, который был в онлайн-трансляции. Третий важный момент — это обратная связь от преподавателя высочайшего класса. И ты можешь задать вопрос на уроке, ты можешь задать вопрос после урока, ты можешь задать вопрос в своем домашнем задании. Также на уроке рассматриваются домашние работы других ваших однокурсников, те, кто сдал домашку раньше. И ты можешь посмотреть на чужие ошибки. Ты учишься креативности, потому что другие люди решают ту же самую задачу. Естественно, все ее решают по-другому, но где еще ты это увидишь? Учиться стоит, и это то, что действительно ускоряет работу. Потому что монтировать, научиться, особенно на таком энергетическом подъеме, когда вы решили, что да, я буду сейчас учиться, мне это так нравится. И вы можете изучить программу. Но не имея вот такой структуры, какую дает курс и преподаватель, вы можете чего-то где-то не добрать. И если у вас появляется какой-то вопрос, или вы даже можете не заметить, что этот вопрос должен у вас появиться, то у вас будет какой-то где-то пробел. Из-за этого пробела вы не сможете работать так же эффективно, как могли бы. И это, например, касается ускорения работы. То есть вы можете научиться перекладывать клипы на тайм-линию, их как-то обрезать, разрезать посередине. Что-то вам надо сделать, вы решите эту задачу. Но вы можете решить эту задачу недостаточно эффективно. И чтобы найти правильное решение, вам придется перетрусить весь интернет, чтобы правильно задать запрос в Гугле, чтобы найти форум, на котором есть этот ответ, или подождать, пока вам кто-нибудь ответит, найти видео. И это действительно очень большие усилия. Несмотря на то, что на курсе тоже у вас могут возникнуть вопросы, которые вам надо будет самостоятельно решать. И это тоже подстегивает вас учиться. Но вы решаете уже конкретную задачу на основе уже имеющегося объема информации и данных. И вам нужно решить всего лишь один вопрос самостоятельно, или два, или три. У вас уже готовы четкие вопросы. Почему у меня это не получается, и как это сделать, чтобы решить конкретную задачу. Еще один момент. Сейчас в курсе практика монтажа. Я решила именно взять практику монтажа, вместо того, чтобы продолжать курсы по софту. То есть продвинутый премьер, цветокоррекция в премьере. Это тоже очень важно и круто. Я этого практически не знаю, особенно цветокоррекции. Но все-таки практика монтажа, она важна потому, что кроме практики ничего не обучит на реальном примере делать проекты, как в жизни. То есть эти домашние задания, это на самом деле настоящие проекты, которые были выполнены преподавателем, ну или кем-то там. Еще мы просто делаем то же самое, что делали до нас другие, и то, что мы могли бы получить в качестве заказа. Только этот заказ безопасный. Если мы что-то накосячим, нам всего лишь дадут на доработку или немножко снизят оценку. И в итоге мы просто научимся чему-то, но не получим никаких финансовых и репутационных издержек. Поэтому я всячески ратуюсь за вот эти курсы. Несмотря на то, что они отнимают время, личное время, и возможно я бы сняла, например, больше видео для Ютуба, потому что сейчас у меня не очень-то хватает на это времени, и за эти деньги я бы могла купить какую-то технику и так далее. Но я бы не получила всех этих знаний. И уверенности в том, что я расту как профессионал. Я бы варила в собственном соку. Может быть, что-то бы у меня получалось бы лучше. Но, по крайней мере, сейчас я действительно накапливаю такую критическую базу знаний и практики, чтобы чувствовать себя все-таки уже на ступенечку выше. После каждого курса я на ступенечку выше, на ступенечку выше. Поэтому всем советую посмотреть на эту школу. Кстати, лайфхак. У них есть еще лайф-классы. Это не полноценные такие курсы на несколько недель. Это всего лишь записанные видеоуроки на несколько часов, которые можно купить по небольшой цене. У них тоже часто скидки на них. Но можно еще посмотреть их бесплатно. Потому что у них есть трансляции этих лайф-классов. В течение каждого дня проходит трансляция нескольких лайф-классов одновременно. Можно посмотреть расписание. Я оставлю ссылку внизу на страницу с расписанием. На два следующих дня у них расписание публикуется. И можно включить лайф-класс в определенное время и посмотреть его бесплатно. И так вы тоже получите знания. Главное только потом их применить. Я желаю вам удачи в освоении этого очень интересного пути монтажа видео и снимания блогов и так далее. Если вам интересна тема создания видео, монтажа, эффектов, света, звука, то, как можно улучшить картинку, то, как снимают другие, то, как сделать свое видео интереснее, подписывайтесь, потому что мне тоже это все очень интересно. Я собираюсь это выяснить. Как другие снимают крутые видео, я буду их разбирать и применять их фишки на своих видео. И разбирать эти фишки, чтобы вы могли применять их в своих видео. И так мы вместе будем расти. Расти на чужих примерах и на чужих ошибках. И желаю вам удачи во всем этом. Пока, до скорого!